Ветхие заборы и подозрительные стройки. Мэр Сочи остался недоволен состоянием совхоза Россия. Выходные в Сочи ознаменовались пожаром, массовым ДТП и полетом легковушки. Кто виноват в каждом ЧП, выясняют следователи. На остановках появились информационные табло. С их помощью пассажиры могут наблюдать за временем прибытия автобусов в режиме онлайн. Через реку Кудепста к землям для многодетных в этом году построят мост. Это лишь часть проекта комплексной застройки участка. Контрафакт не пройдет. На Кубани ужесточат борьбу с незаконным оборотом промышленной продукции. Такую задачу сегодня поставил губернатор края. По этой теме Вениамин Кондратьев провел отдельное селекторное совещание. Фальсификат серьезно бьет по бюджету. К примеру, за прошлый год только из-за поддельного цемента ущерб экономике региона составил 1 миллиард рублей. Это нездоровая экономика с точки зрения конкурентоспособности. Тех легальных производителей, которые на самом деле платят налоги, которые работают в белую и те, которые работают в черную. Держит тогда те равные условия, которые мы должны сегодня обеспечить, в том числе и бизнесу. Они сегодня на нас смотрят с огромной надеждой, что мы сегодня создадим равные условия. В первую очередь для легального бизнеса, конечно, но и просто уберем с рынка любой контрафакт и любой фальсификат. Каждый глава муниципального образования, если он хочет, он знает, где у него и что производится. Под белым флагом или под черным. Здесь вопрос в том, что если мы сегодня обеспечиваем сбыт и фальсификату, и контрафакту, то, конечно, будет предложение. Должны удалить там, где он производится в конечном счете. Или уж если он заводится, то заводится массово в край. Вот там нужно поставить жесткий заслон. Фальсифицированная продукция также попадает на рынок запчастей сельхозтехники и фармацевтической промышленности. А среди продуктов питания Роспотребнадзор в прошлом году забраковал почти три тонны мясных изделий. Для борьбы с незаконным оборотом товаров в каждом районе созданы рабочие группы. Заслуженный юрист России, герой труда Кубани и легендарный прокурор Краснодарского края. В свет вышла книга Анатолия Шкребца. Выпуск издания приурочили к 80-летию бывшего прокурора региона. Эту должность Анатолий Шкребец занимал 12 лет. На презентацию книги пришли губернатор Вениамин Кондратьев, председатель законодательного собрания Юрий Бурлачко и все, кто работал с Анатолием Никитичем. Когда он пришел к прокурорам края, страну лихорадило. Просто лихорадило. Правового поля вообще никакого не было. Менялись эпохи. Менялся строй. Менялась страна. 90-е годы. Те самые 90-е годы. И здесь только личность выходит на первый план. Друзья, я вам хочу сказать огромное спасибо. Вот за тот крест, который вы вынесли на своих плечах. Вынесли, воспитали огромную плеяду тех, кто сегодня тоже ощущает эту внутреннюю ответственность. Какой будет край, какая будет страна. За ту самую стабильность и социальную, экономическую и политическую. И теперь уже ваши ученики несут эту ответственность на своих плечах. Те традиции, устои, которые есть в деятельности прокуроруры Краснодарского края сегодняшней, я глубоко убежден, были заложены Анатолием Никитовичем. Одна из них, я знаю Анатолий Никитович, и его команда уделяли особое внимание взаимодействию с Законодательным собранием Краснодарского края. И это дало возможность тогда и дает возможность сегодня нам быть гарантированным в том, что совместными усилиями мы выдаем очень качественные нормативно-правовые документы. Верность долгую честь и так называется книга. В ней собраны истории не только о профессиональном пути бывшего прокурора Краснодарского края, но и факты о личной жизни Анатолия Шкребца. Издание по-настоящему может быть интересным и для студентов юридических факультетов, так как в нем описаны дела, над которыми работала прокуратура. Совсем недавно Анатолий Никитич отметил юбилей. 40 лет своей жизни он посвятил служению закону, служению прокуратуре России. 33 года из них прокуратуре отдал Краснодарского края. Нет, наверное, на Кубани человека, который не знал бы Анатолия Никитича. Как честного, порядочного, доброго, хорошего человека. Здесь многие высказали свои слова за годы службы вместе. И вот я хочу сказать, что это не моя заслуга. Заслуга в основном тех коллективов, в которых я работал. Все собравшиеся пожелали Анатолию Шкребцу не заканчивать творческую карьеру и написать еще одну книгу, чтобы передать опыт молодому поколению. Из бизнесменов в меценаты Сергей Галицкий планирует развивать футбольную инфраструктуру и обустраивать окружающее пространство. О своих планах он рассказал губернатору Краснодарского края. Вениамин Кондратьев встретился с самым известным кубанским предпринимателем. Несмотря на протокольный формат, диалог проходил в непринужденной обстановке. Галицкий также заявил, что займется реконструкцией кинотеатра «Аврора» в Краснодаре. Не против он реализовать ряд социальных проектов. Но только после того, как завершится сделка по продаже бизнесменам акций «Магнита». Диалог сегодняшний, который мы сейчас с вами ведем, я не хотел бы вести в прошедшем времени. Я хотел бы вести в времени настоящем, а в времени будущем. Потому что сегодня жителям нашего края, краснодарцам важно понимать, что будет сегодня и что особенно будет завтра. Очень показательно, что вы те проекты, которые уже еще раз перечислили, это и стадион, парк, футбольный клуб Краснодара, футбольная школа, Аврора. Вы интересуетесь очень активно сегодня проблемами Краснодара. Я уверен, вашим начинанием, вашим идеям ничего не мешает дальше притворяться в жизнь. Мы вместе сможем сделать и Краснодар, и наш Краснодарский край еще более просветающим и комфортным для жизни. Я буду жить в городе, я буду стараться приносить пользу. Это очень интенсивное время в моей жизни было. И я хочу остаться частым гражданином. Я хочу, чтобы ко мне не привлекалось столько внимания, сколько привлекается. Я как физическое лицо специально продавал бумаги для того, чтобы 17 миллиардов попали в городской и в краевый бюджет. Я считаю, что это тоже будет не плохой вклад в то, чтобы мы дальше и меняли среду. Что касается футбола. В этом году в городе я планирую еще два манежа построить. Мы хотим наращивать количество детей, которые мы в Краснодаре будем принимать в школу. Что касается парка, мы сейчас уже заканчиваем работы по переносу цветочного рынка. И мы первую и третью очередь парка сделаем. Надеюсь, что она будет не менее красивая, чем первые две. Мы будем стараться, чтобы это было сделано. Что касается «Авроры», для меня это большая гордость. И не нагрузка совсем, а гордость сделать визитную карточку для города. Вениамину Кондратьеву Сергей Галецкий рассказал, что пока хочет немного отдохнуть от бизнеса и сосредоточиться на развитии футбола. Тем более, что во время чемпионата мира в Краснодаре будет жить одна из сильнейших сборных. Вы знаете, все-таки еще у нас высокая ответственность. Одна из ведущих сборных мировых будет жить у нас на школе. Это сборная Испании. Для нас очень важно, чтобы провести это на высоком уровне. Потому что для наших детей, когда они увидят этих звезд Испании в Краснодаре, для них это очень сильный стимул будет для того, чтобы в будущем развиваться. И, конечно, мы сейчас вот этим поглощены, чтобы качественно принять сборную Испании. И чтобы они потом, уезжая из Краснодара, сохранили добрые впечатления о городе, о жителях, о нас, о том, как мы их принимали. Глава региона поблагодарил Сергея Галицкого за его неравнодушное отношение к краевой столице. Именно такие люди, по мнению Вениамина Кондратьева, помогают всему региону двигаться вперед. Галина Моисеева, телекомпания «ФКД». Сочинцам представили эскизные проекты будущих парков и скверов. Всего на суд общественности представлено 16 проектов. В этом году будет реализовано 8 из них, по 2 в каждом районе. Остальные войдут в перечень на 2019-й. Очередность благоустройства этих территорий предстоит определить самим сочинцам в ходе голосования 18 марта. Пока же архитекторы показывают горожанам свои варианты, ну а жители вносят предложения. Все подробности в нашем следующем сюжете. На этой территории в микрорайоне Мацеста в советские времена был парк со спортивными площадками, рассказывают местные жители. Позже зеленая зона пришла в запустение. На Мацесте вдоль реки когда-то была и набережная. Сегодня это место заросло травой и кустарниками. Парапет разрушило время. Был хороший тротуар вдоль реки, где гуляли мамы с колясками, люди ходили, прогуливались. Это связующее звено было между новой старой Мацестой. Все дети в школу ходили, мацестинцы ходили на работу. То есть эта зона отдыха была не только для Мацесты, эта зона отдыха была для города. Совсем скоро и набережная, и парк снова станут любимыми местами для отдыха горожан. Территория от ЖД-станции до старой Мацесты, а это более 12 гектаров, попала в список приоритетных по Хостинскому району в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Вот так этот большой участок выглядит на бумаге. Здесь планируются лавочки, детская и спортивная площадки, комфортная прогулочная зона вдоль реки. Эскиз Мацесты еще трех территорий в Кудепсте, Хосте и микрорайоне «Благодать» презентовали в районной администрации. Кстати, именно эти территории для благоустройства предложили сами жители. Сегодня мы как раз рассматриваем эти четыре проекта. Мы пригласили на эти общественные слушания жителей всех этих четырех микрорайонов, для того, чтобы показать им, что подготовили наши архитекторы, услышать какие-то замечания, предложения. Замечания и предложения ждут во всех четырех районных администрациях. В каждой проходят общественные слушания, сочинцам представляют эскизы новых парков и скверов. В программу попадет и вот это место в центральном районе, это микрорайон КСМ. Вот такая грязная, заброшенная территория, где после дождя образуются огромные лужи, совсем скоро превратится в уютный зеленый уголок. Здесь раньше стояли гаражи незаконные. В 2013 году их все сносили. Потом были огороды самозахватческие. По эскизному проекту здесь идет тротуар, идет ротонда, идет спортивные детские площадки, значит, прогулочная зона с подсветками. В рамках федеральной программы сочинцы путем голосования выбрали 16 общественных территорий, требующих благоустройства. Восемь из них будут реализованы в этом году. Еще столько же в следующем. Таким образом, в каждом из районов курорта появится по два новых парка или сквера. Какие бы мы решения не принимали по благоустройству города, по озеленению города, по улучшению городской среды, необходимо советоваться с населением. Мы хотим, по сути дела, чтобы действительно, реально все наши горожане принимали участие в принятии важных решений в городе. Для этого в день выбора 18 марта сочинцам нужно прийти на дополнительные участки для голосования. Их будет больше 160. И в рамках программы формирования комфортной городской среды сделать свой выбор в пользу той или иной территории. На реализацию этого масштабного проекта из федерального бюджета для курорта выделили 250 миллионов рублей. Инга Габеша, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Глава Сочи Анатолий Пахомов проверил санитарное состояние и благоустройство эмеретинской низменности. Увиденным мэр остался недоволен. Стартовой точкой обхода стала площадь перед Домом культуры совхоза «Россия». Многие годы он стоял заброшенным, в преддверии Олимпиады был капитально отремонтирован. В порядок были приведены и все прилегающие территории. Практически вся эмеретинка входит в городскую зону гостеприимства. Масштабное приведение к единому архитектурному облику, новые инженерные сети, отремонтированные социальные объекты и дорожная инфраструктура – все это позволило долине стать одним из самых благоустроенных районов Сочи. Но созданную инфраструктуру необходимо поддерживать в должном состоянии, иначе она быстро начинает ветшать. Сердце кровью обливается, когда видишь, что то, что делалось неимоверными усилиями, оно просто погибает. И я надеюсь, что наши жители, которые, по сути дела, от государства и от муниципалитета бесплатно получили возможность жить в нормальных условиях, все-таки будут жить в нормальных условиях. Приведут порядок своих дома, отремонтируют фасады, кровлю, покрасят ее, где это нужно будет. Пришлось выслушать претензии Анатолия Пахомова и руководству Адлерского района. Крышу и фасад Дома культуры необходимо подкрасить. На пустыре рядом обустроить бесплатную парковку, остановочные павильоны отмыть от дорожной грязи и привести в порядок. Привлекли внимание мэра и стройки на улице Нижнеемеретинская. Как выяснилось, практически все они ведутся с нарушениями. По каждой из них мэрия подавала иски в суд. Но даже несмотря на наложенные судами аресты, строительные работы продолжаются. Это, по мнению главы города, говорит о попустительстве со стороны надзорных органов. Я надеюсь, что прокуратура города Сочи отреагирует на бездействие тех органов, которые не выполняют наши совместные решения. По результатам обхода Анатолий Пахомов отвел месяц на устранение выявленных недостатков и заявил, что лично приедет проверить, выполнены ли его поручения. Минувшие выходные в Сочи ознаменовались пожаром, массовым ДТП и полетом легковушки. В Олимпийском парке полностью сгорел один из киосков. Звонок пожарным поступил накануне около 15 часов. Загорелись два киоска на улице Международная. Площадь возгорания составила 10 метров. На место прибыли два пожарных расчета. В 15-16 пожар был ликвидирован. Один киоск, пункт велопроката полностью сгорел. Пострадавших нет. Причины пожара выясняются. А 4 марта на мокрой дороге столкнулись сразу шесть машин. ДТП произошло на Донской в районе мясокомбината. Двигались автомобили на небольших скоростях, поэтому в аварии никто не пострадал. По предварительной версии, один из водителей не справился с управлением и в него по мокрой дороге друг за другом въехали остальные. Но самое незаурядное ДТП произошло в субботу на Виноградной. Автомобиль «Москвич», не вписавшись в проезд, буквально влетел на балкон дома. Легковушка погнула металлические ограждения и перевернулась. Сам виновник аварии вылез из машины и убежал. Очевидцы подозревают, что водитель был пьян. Джентльменский набор не прошел таможню. Сочинские таможенники нашли в «Мимозе» партию незадекларированной алкогольной продукции. В ходе досмотра были обнаружены 4 картонные коробки, а в них 24 бутылки с этикетками и абхазскими акцизными марками. По словам мужчины, работающего водителем в частной фирме в Абхазии, он приобрел вино для себя. О правилах перемещения алкоголя ему не было известно. Товар изъят, проводится административное расследование. К другим новостям. Санаторий «Правда» открыли мемориальную доску выдающемуся советскому и российскому государственному деятелю Евгению Примакову. Журналист-востоковед, депутат, разведчик, дипломат, глава МИДа, премьер-министр. Путь государственного деятеля в полном смысле слова. А еще глубокий аналитик, писатель, академик и доктор экономических наук. Человек глубочайшей культуры, беззаветно преданной России. В советское время Примаков руководил службой внешней разведки КГБ, а в декабре 1991-го возглавил службу внешней разведки Российской Федерации. Для службы внешней разведки это имя как легенда. Он многое сделал для того, чтобы сохранить разведку для нашей страны. Он глубоко понимал огромную роль разведки как особой сферы государственной деятельности. Завершив службу в разведке, Примаков в 1996 году занял пост министра иностранных дел России. С сентября 1998 по мае 1999 был председателем правительства Российской Федерации. Евгений Примаков скончался в июне 2015 года. В его честь в России уже названы образовательные учреждения, улица и даже ледокол. Два года назад МИД Российской Федерации учредила медаль имени Примакова. Автором мемориальной доски в санатории «Правда» стал известный сочинский скульптор Вячеслав Звонов. На сочинских остановках появились новые информационные табло. На сегодняшний день светодиодные инфостойки установлены на 25 остановочных пунктах. С их помощью пассажиры могут наблюдать за временем прибытия определенного автобуса в онлайн-режиме. Расскажет Инга Габешия. Для удобства пассажиров электронное табло показывает время прибытия автобуса в минутах. С подручней с таким новшеством будет и болельщикам чемпионата мира по футболу. Здесь на инфостойках указаны и схемы, и перечень маршрутов общественного транспорта. Совсем скоро подобными светодиодными табло будут оборудованы еще 70 остановок. Они именно устанавливаются на остановочных пунктах с наибольшим пассажиропотоком и на тех остановочных пунктах, где проходят так называемые маршруты спортивных соревнований, которых 8 маршрутов. Они появятся также на основных магистралях и улицах города. Это, конечно, курортный проспект и Меретинская низменность, улица Ленина в Адлере. Новые светодиодные табло усовершенствуют работу нынешних работающих на солнечных батареях. Они появились на сочинских остановках Кубку Конфедерации. К слову, все электронные табло взяла на баланс городская администрация. Также к Мундиалю для удобства пассажиров в Сочи заработало мобильное приложение «Сочи.транспорт». Здесь также в режиме онлайн можно посмотреть время прибытия конкретного автобуса на конкретную остановку, а также проложить маршрут, например, от фан-зоны до стадиона Фишт. Будет запущен и колл-центр, где на пяти языках диспетчеры ответят на любые вопросы, касающиеся транспортного обеспечения Чемпионата мира по футболу. Вся эта работа координируется из логистического транспортного центра Сочи. Здесь же ведется контроль всех пассажирских перевозок. Одним словом, работа общественного транспорта как на ладони. Диспетчеры круглосуточно мониторят ситуацию на линии, в том числе на предмет форс-мажорных ситуаций. К примеру, у нас произошел обвал, либо упало дерево на каком-либо участке дороги. В оперативном режиме принимается решение об изменении схемы движения, и диспетчера связываются с водителями. А раньше водитель приезжал, утыкался, что вот по факту, и стоял с пассажирами, ждал, пока расчистят дорогу. Отсюда же из логистического транспортного центра информация передается на электронное табло на остановках. Напомню, к имеющимся 25 в ближайшее время в Сочи добавят еще 70 подобных инфостоек. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Через реку Кудепста к земельным участкам, которые выделены многодетным семьям Сочи, в этом году будет построен мост. Его возведение станет частью проекта комплексной застройки земельного участка, расположенного между улицами Искра и Гостеприимная. В 2016 году многодетным семьям для строительства жилья было выделено 97 надела в центре поселка Кудепста. Но счастливых обладателей заветных шести соток до сих пор объединяет ряд трудностей. И речь не только об отсутствии коммуникации. Возможности вести строительство на левом берегу нет в принципе. Доступ к земельным участкам преграждает река. Если в течение пяти лет с момента подписания договора семьи не начнут использовать земли по назначению, участки отзовут в пользу других претендентов. Как-то мы ходим, кто-то там огород разбил, помидоры уже посадили собирать, кто-то деревья даже посадили. Мы ходим туда, ухаживаем, как за огородом. В настоящее время строительство невозможно, из-за отсутствия инфраструктуры на этих участках. В течение прошлого года в департаменте строительства городской администрации обсуждали возможные варианты переправы. Власти курорта изыскивали финансирование на возведение моста, а это десятки миллионов рублей. При участии главы города Анатолия Пахомова выход был найден. Нашелся инвестор, способный выполнить социальные обязательства при реализации проекта комплексного развития этой части Кудепсты. Для микроволюна Кудепста вся эта история очень важная, потому что, согласно будущему генплану застройки этой территории, там достаточно получается интересный проект с большим количеством социальных аспектов. Это и скверы, это небольшой парк, это школа, это детский сад, это поликлиника, то есть это совсем другая, то есть получается социально обеспеченное жилье. В эти дни представители законодательной и исполнительной власти решают, как ускорить процесс согласования документов. Через 10 дней должно быть утверждено соответствующее постановление мэра города. В течение следующего месяца подпишут договор с компанией-застройщиком о комплексном развитии территории. Предусматривается создание дорожной карты по этапам реализации этого социально важного проекта, который позволит сочинским многодетным семьям уже в этом году получить подъезд к своим земельным участкам. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Офисы по приему абонентов МУП «Водоканал» работают в нормальном режиме, без очередей и ажиотажа. Это результат совместных усилий предприятия и администрации города. Любой житель Сочи может в короткое время решить проблему в районных центрах оказания услуг. Подробнее Елена Всецина. Период реорганизации предприятия МУП «Водоканал» практически завершился. Об этом можно судить даже по абонентскому отделу центра оказания услуг. Работает электронная очередь, в рабочем режиме идет прием граждан. Такая ситуация в каждом районе города. Я хотел бы сказать, что базу мы восстановили. База у нас сегодня на 99% соответствует действительности, поэтому вопросов больших по перерасчетам нет. У людей претензий нет, потому что достаточно оперативно ведется обслуживание абонентов. Кстати, этот центр в главном офисе предприятия на «Гагарина-73» был открыт в июне 2016 года. В принципе, все правомерно, скажем так. Персонал всегда идет на встречу, помогает, объясняет, разъясняет. В общем, все хорошо. В «Адлере» людей еще меньше. В помещении собраны специалисты всех направлений взаимодействия с абонентами. Здесь же работает касса. Действует также электронная очередь. Задача персонала – потратить минимум времени для решения тех вопросов, с которыми адлерцы обратились в ресурсоснабжающую организацию. У меня возникла проблема, неправильно указанная показанием счетчика, и абсолютно без проблем возникла, взяла и танцевала в электронной очереди, и пяти минут не прожидала даже. Очень удобно. А в феврале этого года и в Хосте был открыт офис по приему абонентов на Сухумском шоссе напротив музея истории Хосте. Он работает еще не в полную силу, но люди уже о нем знают. Знакомая сказала, я хотела в Сочи вообще поехать, мне сказали, что здесь открыли уже. Вот и приехала. Я в Кудэвсе проживаю, конечно, очень удобно. Или в Сочи ехать, или я в Кудэвсе, а раз приехала, и все. Сейчас, конечно, многие сочинцы пользуются личными кабинетами или оплачивают услуги ресурсоснабжающей организации через онлайн-сервисы банков. Поэтому в офисах скоплений людей нет. Более того, показания приборов учета воды для тех, кому это необходимо, можно передать в БУПД канал круглосуточно по многофункциональным телефонам. 2-96-98-49 или 8-967-696-98-49. Ответит робот, который благодаря специальной программе зафиксирует данные. Для этого их нужно либо набрать в тоновом режиме телефона, либо четко проговорить. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости вы уже можете найти на нашем сайте fkt.com. Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.